Инфаркт случается неожиданно. Человек занят обычными делами и вдруг ощущает сильную давящую боль или жжение в груди, головокружение, слабость, потливость. Как быть? Расслабить одежду, принять удобное положение, обеспечить доступ свежего воздуха, принять нитроглицерин и разжевать полтаблетки аспирина, немедленно вызвать скорую. Знай, делай, сохрани жизнь. Акция «Ночь искусств» прошла в Озбестовском историческом музее. Для жителей и гостей города была подготовлена разнообразная программа, подготовленная работниками музея и учреждениями города. Уже стала доброй традицией в нашем городе проводить подобные акции, привлекая тем самым внимание горожан к вопросам истории своей малой родины и предлагая интересно и с пользой провести время. Акция «Ночь искусств» прошла в историческом музее. «Ночь искусств» – почему она получила такое название? Ее основной лозунг – это «Искусство объединяет». Но это не случайно, потому что 4 ноября наша страна отмечает праздник, День народного единства. И в связи с этим, значит, и все сегодня площадки, не только музеи, но и те, которые открываются в это вечернее время, они все работают под лозунгом «Искусство объединяет». Для жителей и гостей города была подготовлена разнообразная программа, которая была интересна как детям, так и взрослым. Началась «Ночь искусств» с детской программы «Когда-то россияне». Далее работу начали площадки с различными мастер-классами. Все желающие могли принять участие в фелфтинге, что означает «войлочное валяние» и изготовить валенок. Постоянными участниками акций, проводимых в музее, является Малышевский дом детского творчества, который представили мастер-классы по изготовлению угольниц и роспаси сувениров из картона. Мы подумали, что скоро Новый год. Ноябрь – это всегда ворота в зиму. И до Нового года осталось совсем-совсем немножко. И можно уже начинать делать какие-то подарочки к Новому году. И поэтому наши сувениры в виде животных забавных – это медвежонок, котенок или листочек, которые доступно раскрасить любому ребенку или взрослому. Анна Лапшина пришла в музей вместе с дочерью. Они совместно приняли участие в креативном декоре и поделились своими впечатлениями. Я сегодня пришла в музей с дочерью, которая мне рассказала, что они недавно были с классом, и их пригласили на Ночь искусств. И вот мы решили посетить все столы, которые здесь представлены. Мы уже и порисовали. Сейчас мы с дочерью решили мелками пораскрасить и сделать небольшой сувенир домой. Можно с детьми здесь также узнать очень много интересного. Такое, как зарождался наш Азбест. История, в общем, наша, как это все происходило от и до. Новый мастер-класс был представлен педагогом станции юных натуралистов рисования на воде Эмбу, что означает воздушное рисование. Основой этой технологии является жидкость. Рисование на воде или на любой жидкости. Именно или на молоке, или на водорослях. Вода настаивается на водорослях, получается такой раствор, который задерживает краску на поверхности воды. Сейчас я буду показывать детям или вообще людям рисовать фон. А в дальнейшем можно нарисовать все, что угодно. И растений, и животных. Рисовать не сложно дорогие материалы. Материалы дорогие. Вот это из подручных материалов. Это гуашь, молоко. Еще можно сделать, сварить клестер. Это вот в домашних условиях. А если подходить профессионально, это материалы очень дорогие. Мы сейчас это перенесем все на бумагу. И потом можно это высушить и повесить на стенку, как картинку маленького украшения. У каждой работы индивидуальный рисунок. Мастер-классы, творческие встречи с краеведами нашего города не оставили посетителей равнодушными. Любой присутствующий мог найти занятие по душе. Участники акции делились своими впечатлениями и говорили о значимости таких мероприятий. Я не из этого города. Я из города Краснотуринск. Приехал в гости. Вообще музейная деятельность – это очень интересно. Это заставляет почувствовать историю города. Это мой родной город. Я здесь родился. Также здесь родился мой папа. И очень интересно иной раз посмотреть на историю, с чего все начиналось. Ну вообще мне все понравилось. В принципе, интересные очень экспонаты. И мастер-классы тоже увлекательные. Я даже на одном из экспонатов нашел своего родственника. Очень необычно. Я считаю, что данные мероприятия позволяют жителям города узнать историю своего родного места, а также привлечь маленьких детей, как-то их заинтересовать, и чтобы они тоже изучали историю своей страны и города. Я сегодня пришла в музей на мастер-классы и просто посмотреть «Ночь искусств». Я принимала участие в войлочном валянии и в рисовании по воде эмбру. В музей я хожу не то чтобы часто, но периодически. Мне понравилось то, в чем я сегодня приняла участие. Такие мероприятия для города очень нужны. В них могут и взрослые, и дети принять участие и сделать что-нибудь своими руками. Также посетители музея могли посмотреть выставки картин «Наивное творчество Нины Варфоломеевой» «Древо жизни Эрнста Неизвестного» «Познакомиться с культурой и бытом татарского народа». Творческие коллективы города подарили всем присутствующим свои яркие выступления. Желающие могли насладиться музыкой, исполненной брасквинтетом муниципального духового оркестра, полюбоваться танцевальным шоу студии восточного танца «Айлис». Акция «Ночь искусств» действительно объединила разные направления в творчестве, культуру разных национальностей, а главное – жителей нашего города, которым интересно знать и гордиться нашей историей. Ольга Шестакова, Андрей Осипов. Новости АТВ.